доброго времени суток друзья приветствую всех на канале ирзон game сегодня предлагаю вам посетить один из проектов расположенных на платформе alt-v и называется он genesis но я должен пояснить что на данном проекте я уже не впервой это проект не новый да и мало того данные разработчики уже пытались создать нечто подобное на базе игры арма 3 роли play я с обзорным визитом побывал и на проекте который они строили на базе игры арма 3 назывался он точно также genesis но назывался он genesis detroit побывав и походив по проекту genesis detroit на базе игры арма 3 роли play я отозвался о проекте как мертворожденным из-за чего конечно же выхватил огромное количество хейта в свой адрес но хейт хейтом оскорбление мне пришлось все по удалять проект genesis detroit был построен на заграничной карте которая в общем-то не играбельная у нее отвратительная инфраструктура отвратительные дороги отвратительные заборы все переграждено проект был просто напичкан зданиями которые мы просто баг на баги и багом погоняли это вы сейчас можете видеть в этой видео заставочки как раз с обзора на проекта genesis detroit но и сами разработчики нисколько не упростили задачу для игроков а наоборот только ее усугубили добавив туда не менее кривых и багментов магазинов в которых товар представлен был в дерганом виде вообще синдром постурального тремора преследует эти проекты и мы этого еще коснемся также были разбросаны магазины по разным городам что опять же таки напрягала игрока заставляя его ездить по не играбельной карте в разные концы были перекрыты точки добычи к ним невозможно было подъехать в общем карта и сам проект был но просто ужасен походив и попробовав поиграть на том проекте я впоследствии сказал что он абсолютно не играбельный и будущего у него нет на что конечно же разработчики со мной не согласились и один из комментариев звучал так что именно так и будет выглядеть топовый проект но топовый проект не увидев даже 5 человек онлайна через месяц-полтора благополучно скончался и разработчики перебрались на другую базу на базу игры gta 5 но и там я тоже уже побывал когда проект вышел в обт чем мы разработчики очень сильно прикрывались и опять же таки летел хейт в мою сторону что я ничего не понимаю это обт все еще поправится но вот прошло семь месяцев после того как открылся этот проект я зашел на него снова давайте посмотрим что же здесь изменилось что они исправили ну и как вообще выглядит этот проект так сказать окунемся в его атмосферу ну и начнем мы наверное с точки появления она естественно расположена в аэропорту так как я уже был на этом проекте делал на него обзор меню кастомизации конечно же показать не смогу потому что я уже сделал персонажа семь месяцев назад ну вот в этом месте появляются все новички отсюда мы начнем стоит бот у которого можно взять первичные начальные квесты ну я уже некоторые прошел еще 7 месяцев назад остался вот этот вот который гласит чтобы я поехал к его отцу заядлому рыбаку и помог ему там с какой-то ловли рыбы в общем-то не суть важно что он там нам задает берем это задание для того чтобы поехать куда-нибудь и на что-то посмотреть берем задание и двигаемся в общем-то в открытый мир для этого нам нужно арендовать транспорт он находится напротив кстати по транспорту вообще претензий нету на всех ключевых точках есть транспорт есть аренда а вот к аренде есть претензии если вы садитесь вот таким вот образом на мопед заметьте он стоит 500 баксов но рядом лежит маркер и я не оговорился лежит маркер почему-то по креативной мысли разработчика маркеры здесь не стоят а лежат так вот если вы подойдете на маркер и попытаетесь арендовать через маркер транспорт то он будет стоить вот таким вот образом это выглядит он будет стоить всего 200 баксов где логика где логика почему так вот мне интересно мало того что маркер почему-то лежит причем на всем проекте маркера лежат сейчас вы это увидите но почему через маркер он стоит 200 баксов а если напрямую садишься он стоит 500 баксов а для новичка это ну огромные деньги это разница ну в два раза тем не менее ну ладно что ж берем скутер и выдвигаемся на первое наше задание которое надо сказать находится ну вообще не близко свыше 10 километров надо доехать до того места куда нас отправил этот бот то есть там будет стоять и его отец этот заядлый рыбак 10 километров почему нельзя сделать чуть-чуть поближе ну вот бог его знает ладно выдвигаемся в сторону нашего задания вот эта локация ну и вот то о чем я говорил да все маркеры на проекте лежат вот они выглядят обычно да как такая вот прозрачная труба и вы можете заметить что это прозрачная труба лежит сбоку на половину утопленная в землю все маркеры выглядят вот так зачем вот хрен его знает ну ладненько вот вид сбоку на этот маркер но мы уже приехали на место его стоит тот самый бот отец который заядлый рыбак и в общем-то сейчас он даст нам вторую половину этого задания вступаем с ним в диалог выскакивает вот такая вот табличка которая гласит что он просит нас половить рыбу отвезти эту рыбу его поставщику а потом вернуть ему деньги и в конце он говорит держи снасти и вперед и вот тут наступает одна заковырочка держи снасти и вперед не работает скорее всего не работает по той простой причине что квест не продуман на проекте очень мизерный инвентарь ни хрена туда практически не помещается выглядит инвентарь вот таким вот образом так как еще с прошлого раза у меня тут лежали какие-то комки хренатени какой-то там я не помню что это такое было по моему уголь какой-то или что-то такое то естественно мне ничего не поместилось ну и да есть рюкзак который в общем то должен немножко расширить но на самом деле он расширяет всего на две ячейки но я не разобрался как его повесить потому что вешается он на правую сторону на персонажа багана он мерцает и не сразу схватывается поэтому я не сразу разобрался как это вообще его повесить на персонажа ну и из-за этого этот квест можно сказать пошел прахом потому что ну ничего мне не удалось сделать я походил устроился на работу думал может быть когда я устроюсь на работу мне дадут удочку я попробую так но ни черта не получается пишет что у вас нет удочки и в общем то все квест замер мертвым грузом просто по той простой причине что разработчики даже не подумали что человек новичок может приехать например с едой с водой в карманах да ему эта удочка не поместится в его инвентарь и все квест провалился ну и ладно что же нам остается плюнуть на это дело и ехать дальше а ведь можно было бы в этот квест еще вписать дополнительную табличку на случай если в инвентаре снасти не помещаются чтобы она выскакивала и предупреждала что квест пока не задействован так как у вас в инвентаре не хватает места вот и все но сделано как сделано не хватает места но квест продолжается снасти я не получил но квеста дальше действует его не отменить его не переиграть в общем то вот такая вот херобора нас с этим квестом ну ладно как я сказал двигаемся дальше а следующее рабочее занятие которого я кстати не видел при первом своем посещении проекта дженезис это работа фермера фермерское угодье фермерское хозяйство выглядит вот таким вот образом и находится вот здесь в этой локации достаточно привычная локация и надо сказать что это занятие меня действительно сильно удивило действительно по-честному сильно удивило давайте посмотрим как это выполнено данный скрипт я уже показывал он стоит например на проекте мегаполис но на мегаполисе он сделан не так красиво как здесь здесь он сделал обалденно посмотрите мы заходим на желтое поле и приступаем к работе но кто играл на мегаполисе знает там тоже также стоят надписи до сначала надо вспахать потом надо прополоть потом надо удобрить потом надо опять прополоть потом надо снимать урожай и потихонечку потихонечку там растут такие сухие желтые листья здесь когда вы пашете идет сначала спашка название поменены но смысл то тот же самый это тоже самый скрипт один в один только там это просто кукуруза здесь мы сейчас увидим что растет название поменено здесь мы вспахиваем сажаем что там еще но как это сделано как это выполнено посмотрите желтое поле постепенно меняет свой цвет заметьте появляются бабочки то есть я вспахал поле посадил какие-то виды растений да и начинает это все цвести летают бабочки идет такая приятное шелушание щебетание птиц сделано прикольно посмотрите поле конкретно поменяла свой цвет свои текстуры она вообще стала другим только что это была желтая поляна и теперь это стало вот такой вот красотой но это еще не все как и на мегаполисе много разновидностей здесь есть там прополка удобрения здесь немножко по-другому но тем не менее мы проходим начало поле и начинаем по новой его проходить теперь мы уже сажаем какие-то растения и посмотрите поле опять в очередной раз начинает менять свой вид свои текстуры свои растения это выглядит обалденно вот это вот огромное количество бабочек она просто не знаю она она про она дополняет вот эту картину того что поле у вас на глазах несколько раз меняет свой вид по степени того сколько вы на нем проводите времени я решил сделать все поле я взялся так взялся и работал до конца я помню я увидел как меняется поле четыре раза и это здорово действительно более красивый оформленный оформленного фермерского хозяйства я действительно не видел данный скрипт я видел до работала на мегаполисе я про него рассказывал но здесь это сделано просто обалдеть как красиво и вот эти бабочки это прямо фишка этого вот фермерского занятия и вот посмотрите как в результате выглядит поле после того как я прошел его три раза она изменилась три раза поля но это еще и не последний к тому же раз когда она меняется по степени того сколько новых растений я посадил меняется и само поле его текстура и уходят бабочки их становится все меньше и меньше как бы фаза цветения прошла растения подросли и бабочки разлетелись здорово действительно здорово сделано ну и последняя фаза опять будет меняться поле но только теперь уже будем собирать урожай есть три вида урожая тыква капуста и какая-то солома но выглядит это все вот таким вот образом который мы сейчас видите действительно не кривлю душой я не видел ничего красивее чем вот это вот фермерская полянка да она небольшая но выглядит действительно но очень атмосферно действительно очень атмосферно поле три раза меняет свой внешний вид вот этот цветение фаза цветения бабочек потом рост вот этих растений и как эпогея мы собираем урожай урожай трех видов как я сказал капуста тыква и какая-то солома которую мы впоследствии продаем вот этому вот торговцу который стоит рядышком но вот то что я прошел вот эти вот все четыре фазы и я посмотрел как меняется поляна это действительно здорово это завораживающее да это сложно потому что очень долго он ковыряется в земле по время затрате это очень долго но на самом деле я не жалею что провел здесь много времени мне понравилось то что я увидел это действительно красиво это надо взять и другим проектом на вооружение кстати тому же мегаполису раз уж у них стоит такой же скрипт можно вот сделать такую же красоту но красота красотой а нам надо посмотреть что-то еще на этом проекте какие-то еще рабочие занятия что есть еще интересного может быть такого же красивого как и это фермерское угодье отправляемся в палета бей следующие рабочие занятия у нас я не знаю как он называется она у них везде называется по-разному смотря в каком меню ты его смотришь что-то связанное с курицей в общем то данное рабочее занятие я показывал еще на первом своем обзоре но тогда разработчики в один голос кричали что это об это чего ты придираешься об это для того чтобы править косяки и недоработки давайте же посмотрим сейчас я сделаю видео вставочку как это было на обт и что же изменилось что они исправили сразу же бросается в глаза то что на обт у персонажа хотя бы ножик в руках был по-человечески да а вот спустя 7 месяцев бедняжка так заработался что нож теперь у него кверху жопой в руке находится и еще всегда по-разному то боком то ручкой вперед хрен пойми как ну и на обт которым они исправляли косяки я говорил что можно работать только на одном месте вот дело я вам сейчас показываю есть места где не срабатывает кнопка е на этом месте где я сейчас стою просто нажимаете кнопку и и идет вот это вот кривая косая анимация непонятно чего я еще говорил что можно было вот эти лотки с мясом в редакторе пододвинуть ближе к персонажу но ничего этого не сделали не сделали даже то про что я говорил на обзоре последнее рабочее место кривое там не срабатывает кнопка е и он выглядит вот таким вот образом он я имею ввиду персонаж он подскакивает все время надо отходить и подходить к рабочему месту по новой опять нажимаешь е и все проходит анимация и больше и бук кнопка е не работает надо опять отойти и опять подойти к этому рабочему месту и опять нажать букву е он опять подпрыгнет это было еще на обт 7 месяцев назад ведь что же вы исправили то вы ему воткнули нож другой стороной блин что вы сделали да нихрена вы не сделали даже одежду не смогли подобрать ему человеческую какая-то китайская накидка на персонажи ну в общем вот такое вот рабочее занятие оплачивается мизерно все что вы здесь нажимаете даже название у того что вы делаете нету вы и несете что-то там написано предметы вам упало там два предмета вам упал один предмет эти предметы вы несете в самый самый конец этого комплекса и отдаете это эти предметы скупщику название у этого нету они даже не придумали поэтому и должность это она во всех табличках у них написано по-разному где-то куриный работник где-то там что-то щипатель кур каких-то что-то такое вот херобора очередная которая стала только хуже спустя 7 месяцев после о б т ну вот вы сейчас это все видите задерживаться на этом рабочем занятии не вижу никакого смысла стало все только хуже ну а следующим рабочим занятием я нашел работу сварщика данная работа есть на карте есть метка в виде звездочки но ее нету в списке рабочих занятий не знаю почему и как находится эта метка вот в этой вот локации и подъезжая к стройке сразу же приходится в голову идея что сварщик наверное на стройке но нихрена подобного покрутившись вокруг и я понял что наверное это находится под землей потому что там идет туннель туннель через который двигается трамвай и да действительно если спуститься в туннель то там находится эта самая метка почему ее не поставить ближе ко входу в туннель ну я тоже не знаю ну ладно пробуем работать на этом рабочем занятии подходим на лежащий маркер взаимодействуем выскакивает табличка гласящий о том что нам надо взять в аренду автомобиль или пользоваться своим транспортом не знаю зачем это написано потому что маркер загорается буквально в двух метрах ну и вы можете заметить что вдоль стен идут такие же лежачие маркеры к одному из них которые мигают мы и подходим ну а когда мы начинаем с ним взаимодействовать происходит вот такая вот штуковина здравствуй какая-то цистерна что за цистерна где я нахожусь не знаю но рабочие занятия кстати говоря продолжается и мне даже за это занятие падает денежка но только вот выйти отсюда никакой возможности нету это я не знаю что это я не знаю этот цистерна который стоит где-то куда мы с вами и попадаем в попытки взаимодействовать с тем маркером который горел который мигал выйти отсюда нет никакой возможности вы в этом на этом проекте вернее в меню нету кнопки выйти из игры ее просто нету то есть выходить надо alt f4 тут же я должен наверное сказать что у них и нету запоминания вашего пароля и логина каждый раз придется вручную вводить по новой перезашли по новой все увидите так что если кто-то сюда зайдет не придумывайте себе длинные логины или пароли задолбаетесь туда потом их вписывать запоминания нету ну что делать перезаходим перезайдя я вернулся обратно на то же самое место подумав что ну какой-то это косячок такого быть не должно я такое вижу первый раз начинаешь чем-то взаимодействовать и попадаешь куда-то в общем куда-то как вы можете заметить я вернулся на то же самое место по новой устроился маркер загорелся уже чуть дальше ну и я радостный побежал к нему с надеждой что сейчас все будет нормально я перезашел все должно восстановиться но опять привык первым же взаимодействие здравствуй цистерна и здравствуй это место что происходит я не понимаю отсюда не выбраться только через перезаход на сервер а сервер еще расскажу не запоминает ваш логин и пароль нету даже такой функции запомнить опять перезаходишь и опять все по новой вписываешь так что я повторюсь если кто-то сюда зайдет не придумывайте себе длинные пароли и длинные логины задолбаетесь ну ладно что ж перезаходим в очередной раз и после очередного перезахода испытывать судьбу со сварщиком где-то в подземелье я уже не стал раз не работает значит не работает и ищем другую специальность ну а другая специальность есть на каменолом не я ее показывал еще в первом своем обзоре она была с косяками сейчас опять же такие видео вставочки вы увидите как она выглядела тогда на первом моем посещении данного проекта весь косяк состоял в том что надо было арендовать машину которая в какой-то момент у вас спокойненько может исчезнуть и так я ее набил наполовину и машина у меня исчезла совсем с тем что я в нее набил ну и вы видите что рядом со мной стоит персонаж вокруг которого просто огромное количество отбойных молотков причем этот персонаж говорил мне что вокруг меня точно такое же огромное количество отбойных молотков но только я свои молотки не вижу исправили ли они это или нет локация все та же и да теперь машину нанимать не надо не надо арендовать машину они не смогли справиться с ее исчезновением они придумали по-другому теперь вы там же набираете какие какую-то руду и там же и сразу же и продаете там стоит приемчик этой руды но как же это работает сначала надо найти лежащий триггер он настолько бледный что найти его очень очень сложно потом загораются еще несколько маркеров красного цвета на карте и очень бледно лежащие на самом рабочем месте но при взаимодействии с этим маркером как вы думаете что происходит а здравствуй цистерна вот что происходит опять то же самое место то же самое локация где-то далеко под картой тоже самая цистерна и мне опять приходит за это денюжка что на этом проекте творится я не понимаю что это такое у вас затяжной обт вы так и не исправили ничего что происходит я хрен его знает но опять та же самая цистерна я уже устал на нее смотреть ну и естественно естественно что кроме как перезаходом это не вылечить если вы выберете после перезахода точку появления старую то есть оттуда откуда вы вышли вы прилетите опять к этой же цистерне поэтому приходится выбирать точку появления аэропорт и ехать все по новой все по новой ну выхода другого нету чё ж перезаходим еще раз вписываем свой логин и пароль который не надо делать длинным на этом проекте вот просто не надо ну ладно перезаходим но после перезахода возвращаться обратно туда в карьер я уже не решился ну не работает там рабочие занятия и не работает хотя это уже не первый раз да идем на следующее рабочее занятие которое называется швея по моему так или текстильщик что-то такое в общем швейная мастерская на выглядит вот таким вот образом опять лежачий маркер который кстати поймать не так то просто лежит то он в одном месте а срабатывает совсем в другом месте ну и одежда узнаете узнаете рабочую одежду курильного работника то есть control c control v никто не отменял ну и проходим на рабочее место как вы думаете что произойдет абсолютно верно абсолютно верно здравствуй цистерна я уже начал скучать что здесь происходит я не знаю я не знаю меня посетила мысль что у них не работает ни одно рабочее занятие но я же уже показывал до курильного работника ферму и там же все работало но на какое-то остальное рабочие занятия куда бы я не пришел происходит вот это вот чушня по-другому мне не сказать это просто какая-то чушь полнейшая не знать об этом администрация ну просто не может ну или здесь никто не играет наверное но надо быть честным и сказать что за время которое я здесь провел не было ни одного человека я был единственным на этом проекте ну а посему вполне возможно что до администрации данный косяк просто и не дошел они не знают что у них такая вот херня творится потому как и нет никого на проекте но чтобы убедиться после перезахода я вернулся на те старые рабочие занятия которые я показывал до курильного работника и ферму ферма работает куриный работник тоже работает то есть не работают только те которые я показал сварщик каменщик и это хреново швея вот эти три рабочих занятия не работают что происходит не знаю я такого не видел ни на одном проекте я всякие косяки повидал вот такого я не видел серьезно первый раз в жизни вижу чтобы три рабочих занятия кидали в одно и то же место где-то под картой я не знаю что это такое серьезно я даже объяснить это не могу ну вот такое вот затяжное о бт проходит на этом проекте рабочие занятия снимать я больше не стал ну хватит и того чего я здесь уже натерпелся но я пошел в автосалон еще на первом моем визите суда с обзором я говорил что у них очень лаган на стоят машины стоят машину магазине прицепы здесь можно покупать отдельно грузовые машины отдельно прицепы грузовые и ну естественно легковой транспорт в начале ролика я говорил что тремор на этом проекте это такой ну решающий момент да то есть трясучка постоянно вот посмотрите спустя 7 месяцев как выглядят машины в магазине вот легковой транспорт как он дергался 7 месяцев назад так он до сих пор и дергается машинки появляются хрен пойми как ну и когда ты пытаешься их покрутить происходит вот это вот то что вы сейчас видите ну и ладно с легковым транспортом грузовой транспорт и прицепы грузовые тоже появлялись очень хреново я это отмечал еще на первом своем обзоре вот прошло об это прошло 7 месяцев давайте посмотрим а что у нас с грузовым транспортом а вот что у нас с грузовым транспортом все то же самое только стало еще хуже если они раньше просто появлялись криво иногда прицеп появлялся и падал на бок то теперь сюда пришел тот самый тремор трясучка полнейшая пытаешься покрутить прицеп вправо-влево происходит вот это мало того прицеп вообще можно угнать за рамки экрана как это они сделали я даже и не знаю мы раньше такого не было ну видимо они усовершенствовали свои гаражи вот эти вот места каким-то образом ну видно что стараются стараются и делают улучшают проект в нужном направлении ну вот такие вот косяки этого проекта я даже не вижу смысла вообще что-нибудь еще здесь показывать как я уже сказал спустя то самое об это который в общем то и не было никогда никаким об это и спустя 7 месяцев проект стал только хуже чем конкретно стал хуже если я говорил про проект genesis detroit на базе арма 3 мертворожденным то это это я не это уродец которого пытаются воскресить и дать ему какую-то вторую жизнь не знаю не знаю заходите ребята сами смотрите и щупайте может быть кому-то этот проект и понравится дальше я не стал больше снимать вообще ничего вот потому как считаю просто зря потраченное время на этом проекте единственное что мне понравилось это ферма все остальное стало только хуже спустя 7 месяцев после об это действительно стало только хуже не знаю я к чему стремятся разработчики третий раз я прихожу на их проект и третий раз я разочарован расстроен и зря потратил свое время больше ноги моей не будет на этом чудесном проекте ладно все кто посмотрел огромное вам спасибо заходите играйте получайте удовольствие хотите поржать зайдите сюда здесь вообще весело здесь интересно найдете чем позаниматься только не делайте длинный логин и пароль поверьте вы его будете вводить очень часто но проект открыт разработчики считают наверное что об это у них уже закончилась а это даже не косяки еще раз спасибо за просмотры ставьте лайки подписывайтесь ну и играйте в игры получайте удовольствие всего вам доброго а